Что такое насилие над женщиной, почему эта проблема сегодня актуальна и что нужно сделать для того, чтобы поддержать пострадавших? Ответы на эти и многие другие вопросы искали участники большого мероприятия, инициированного представительницами местного клуба деловых женщин. Главная задача – объединить усилия всех заинтересованных служб, чтобы вместе решать вопрос слаженно и эффективно. В этом году было принято постановление Совета Министров о мероприятиях по оказанию помощи и ликвидации дискриминации в отношении женщин. Вот мы сегодня это просто рассматриваем. Мы хотим довести конвенцию, в которой участвовала представитель делегации республики во главе с Марьяной Щеткиной, где рассматривались именно те вопросы, которые нужно будет решать в республике. Женщина у нас сейчас изначально не выносит ссоры из избы, даже если эта ситуация домашнего насилия существует. В обществе принято, что это нужно скрывать, это стыдно, об этом нельзя говорить, и вообще, собственно, и идти-то ей с этим некуда, было раньше. Вот поэтому нужно каждый случай рассматривать во взаимодействии разных ведомств. За последние десятилетия силами общественных объединений, правоохранителей и социальных служб было сделано немало для того, чтобы помочь женщинам, страдающим от домашнего насилия. Активно работают телефоны доверия службы УВД, проводят консультацию психологи. Если домашний скандалист продолжает держать семью в страхе, тогда правоохранители и сотрудники территориальных центров идут на крайние меры. Жертвам предоставляется временное проживание в кризисных комнатах, а тиран получает прописку в изоляторе временного содержания, либо полный запрет на посещение квартиры. В большей степени, скажем так, семейных скандалов происходит из-за злоупотребления спиртными напитками. Либо лица оба злоупотребляют, либо кто-то один из них. В большей степени из-за этого. Бывают, за редким исключением, но бывают случаи, когда скандалы семейные, когда оба, скажем так, трезвые, уже на каких-то личных делят, разводятся. Открытый диалог призван стать очередной ступенькой на пути решения проблемы насилия над женщинами. Продолжение следует...